Первое. Говорящая Чихуахуа Софи Что же делать, если у вашего щеночка обнаружились глисты? О всех симптомах, способах обнаружения и выборе лекарств смотрите мое полное видео про глистов. Но в целом наличие глистов можно понять по основным признакам. Запах изо рта, сильное выделение из глаз, общая вялость или щенок ездит на попе. Если же вы даже увидели глисты в какашках щенка, это уже свидетельство большого количества глистов. Вероятнее всего заводчик не очень ответственно подошел к этому вопросу. Итак, что делать? Выбираете лекарства, желательно широкого спектра действия, например, Каниквантел или другое, и проводите дегементизацию. Даете лекарства, необходимое количество смотрите в инструкции к препарату, но схема такая. Каждые две недели три раза. Например, 1 числа первый раз, 14 числа второй раз и 28 числа третий раз. В чем преимущество этой схемы? Организм щенка, уже ослабленный глистами, не получит слишком большой дозы токсинов из-за умирания одновременно большого количества глистов. Если после первого раза, когда вы дали препарат, наблюдается понос, рвота и другие признаки, лекарства нужно сменить. Если вы глистогоните несколько щенков, то обязательно нужно дать лекарства всем абсолютно, чтобы избежать взаимного перезаражения. Многие профессионалы рекомендуют проводить глистование как щенков, так и взрослых собак с применением дополнительных помогающих и защищающих препаратов. Они снижают нагрузку на печени и почки, уменьшают влияние токсинов. Для защиты организма можно применять гепатопротекторы, например, корсил или гомовит, сорбенты, чаще всего используются энтеросгель. Для щенков в возрасте менее полугода специалисты рекомендуют проводить профилактику один раз в месяц, а после полгода один раз в квартал. Но можно следить за наличием глистов у щенка, сдавая анализы на яйца глист и в случае обнаружения предпринимать необходимое лечение. В моем полном видео о глистах вы можете узнать другие подробности, а также схему моего лечения. Существует множество важных моментов лечения от глистов собак самых разных пород. Прежде чем проводить процедуру самостоятельно, проконсультируйтесь у своего заводчика или ветеринара. С вами была говорящая Чихуахуа Софи, подписывайтесь на мой канал, смотрите видео, вступайте в мои группы ВКонтакте и будет вам счастье. Пока-пока!